Новое видео выходит каждый день в 20.00 Адванс рули плей закрывается, но перед тем как мы поговорим об этой качественной, хорошей и злободневной, хотя наоборот добродневной ноте, я бы хотел вам напомнить о том, что 1 сентября в 20.00 у меня будет премьера нового сезона самп-обзора, самп-обзор сезон 2, поэтому 31 августа, там часов в 9 или там знаете ли, или в 10 или там в 1 сможете зайти на мой канал, там зайти на премьеру и нажать напомнить тебе для того, чтобы не забыть об этой самой премьере и потом прийти на нее смотреть и наслаждаться качеством контента, качеством самп-обзора и всего-всего прочего о том, о чем вы можете только подумать и обо всем, обо всем том, о чем вы также немаловажно знаете. В общем-то, не важно, давайте уже перейдем к теме самого видеоролика. Знаете ли, в чем дело? Вот, после ухода Артура Митина с Advance Roleplay, хотя он еще не точно ушел, это еще абсолютно не точно, потому что, ну, как-то это все забавно смотрится и типа, ну, как-то такое себе. Вот, но после ухода Артура Митина с Advance Roleplay, Advance Roleplay начал что-то предпринимать. Я уже когда-то там давно говорил, что Advance Roleplay по техническому прогрессу отстает от всего мира, там, я не знаю, на несколько месяцев, если не на несколько лет, потому что это пиздец. То есть, системы, которые сейчас и работают, там, и в целом обновления, которые сейчас выходят на Advance, они есть на других серверах уже очень давно. Но Advance почему-то добавляет это и считает это какой-то революционной, там, я не знаю, добавлением, обновлением и всем прочим, что все игроки такие, о, увидели вот это вот обновление, и все такие, ё-моё, как же так-то, а? Ну, вот, вот что это такое? Вот как это все работает? Я что-то, я вообще ничего не понимаю. И, типа, ну, вот, и там вот добавляют вот эти вот обновления, на которых ты либо бегаешь по чекпоинтам, либо, там, бургер с плюсиком, либо, там, еще какую-нибудь хуйню, абсолютно-таки ненужную, абсолютно-таки неинтересную. Однако, вот, в кой-то веке, в кой-то веке проект Advance Roleplay и Андрея Ринга, там, по совместительству и по всему тому, они принимают здравое, адекватное и, в целом, нормальное решение. Знаете, какое? Они закрывают, вот, самые какие-то, там, неактивные сервера, на которых меньше всего онлайна, и, как бы, переносят, вот, все, имущество, там, и так далее. По-моему, они не переносят только бизнесы, там, или еще что-то, за это не дают компенсацию. В общем, они пошли по пути Diamond Roleplay. Если поначалу, вот, в самом начале карьеры, в самом начале становления Diamond Roleplay, Diamond брал, вот, какие-то системы и все прочее у Advance, то есть, мод Diamond в самом начале, он был дико похож на мод Advance. И, вы знаете, вот, прям, вот, таким Diamond брал многое у Advance. И сейчас времена поменялись, прошло несколько, там, лет, несколько месяцев, несколько еще каких-то, там, я не знаю, десятков столетий, и, в принципе, все поменялось, опять-таки, в другое русло. Теперь Advance Roleplay повторяет за Diamond. И давно уже все говорят, там, можете посмотреть у Ангела Касада и все прочее, там, вот, у большинства людей есть многие видеоролики. Даже Андрюха Киевский уже сделал ролик на эту тему, в котором рассказал ошибки Advance Roleplay, то, что нужно поправить, то, что нужно пофиксить. То есть, каждый этот ролик они смотрят, каждый этот ролик они плачут с тем, что от них уходят все новые и новые люди, но каких-то телодвижений они не предпринимают. И вот от них уходит митинг, и они такие, типа, блин, блин, чё такое, делать надо чё-то, и вот непонятно. Я не знаю, какие серверы они будут закрывать, наверное, все, кроме Blue, потому что рекламная кампания Advance Roleplay с самого начала была построена так, чтобы всех ютуберов звали на Blue. Даже если какие-то, там, я не знаю, главные администраторы и ещё какие-то люди с других серверов звали людей, там, на какие-то другие серверы, чтобы они поднимали онлайн. То, как-то потом их всех склоняли на Blue, мол, там, Go на Blue, там, Malfoy на Blue, Isi на сине, Meeting Touch TRP и всё прочее. И вот из-за этого, вот, в том числе, всё было так плохо. То есть, всё держалось, типа, на одном ютубере, на одном сервере, а на других серверах онлайн, типа, максимально маленький, максимально хуёвый. И всё хуёво. Однако, однако, данный ролик называется как-то по кликбейтам, ну, даже не по кликбейтам, потому что многие люди не знают, что такое кликбейт. Кликбейт — это введение в заблуждение, а данный ролик называется просто каким-то, таким, знаете ли, громким заголовком. Ну, уж извиняйте, так работает ютуб. Так вот, я там назвал что-то типа Advance Roleplay закрывается или, там, ещё что-то наподобие того. И вам, наверное, интересно, почему же Advance Roleplay закрывается? Да всё очень просто. Сейчас они закроют несколько серверов, люди, там, которые не перенесут имущество, либо получат какую-то маленькую компенсацию, как это было уже на Даймонде, они уйдут с Advance Roleplay. То есть, тем самым они потеряют эту аудиторию потом. А если Митинг всё-таки уйдёт, там, на какой-нибудь Даймонд или ещё куда-то, то Малфой, который за ним послушно всё повторяет, как верная собачка, он тоже куда-либо уйдёт. То есть, это, блядь, гадалки, не ходи, он, возможно, поиграет, там, несколько недель, несколько месяцев, но рано или поздно, вслед за Митингом, когда всё будет на Advance очень хуёво, после закрытия серверов, после глобального падения онлайна, Малфой уйдёт на абсолютно-таки другой сервер, на котором будет как-то всё поинтереснее. Там, либо Аризона Roleplay, либо, там, я не знаю, Даймонд Roleplay тот же, на который сейчас, по всей видимости, уходит Митинг, потому что большинство, так сказать, аудитории Митина, они все очень сильно топят за Advance. Я зашёл в группу Митина, посмотрел парочку опросов, там, чё, как думают люди, и все очень сильно, очень лояльно относятся к Даймонд Roleplay. Однако, к Аризоне Roleplay почему-то эти самые уебаны, ну, то есть, аудитория Митина, ну, то есть, да, я правильно назвал, они относятся как-то, ну, вот, именно, ну, вот, как-то вот так вот, и мне абсолютно непонятно, почему так происходит. То есть, Аризона Roleplay, это, по сути, топ-1 проект, и, хотя нет, я даже могу предположить, почему так происходит, потому что аудитория Митина, это дети, которым всё очень легко навязать. Вот им кто-то навязал, что Аризона Roleplay, мол, якобы, там, донат машины, и всё прочее, и всё прочее, и там всё, в принципе, плохо. Однако, у меня на эту тему уже выходил ролик, почему Аризона Roleplay, на самом деле, достаточно хороший сервер, на котором не стыдно поиграть, прям, вы знаете, такой не стыдный проект для большинства людей, на котором многие люди могут играть, многие люди могут чувствовать себя более-менее нормально. Если вы не смотрели данный видеоролик, можете его посмотреть, вот, и, а если смотрели, то можете пересмотреть. Мне кажется, что такой качественный контент, как у меня, должны смотреть абсолютно все люди по несколько раз. Будем честны, давайте вот так вот, будем честны, я один из тех, кто делает что-то творческое, что-то действительно хорошее, что-то действительно годное в сам контенте. Один из немногих людей, то есть таких людей, которые делают что-то годное в сам контенте, их либо вообще нет, либо они куда-то ушли, либо их там осталось, ну, штук 5-10 в лучшем случае, где-то вот так вот. То есть я вам смогу назвать, остальные люди делают полную парашу, полную поебистику, блять, зайдите к тому же, там, я не знаю, к Брулеву, к Баторе, к прочим людям, посмотрите, что они делают в последнее время. Это полнейший пиздец и просмотры там, ну, Брулева, по крайней мере, соответствующие, потому что он сам по себе клоун, который ничего не умеет и просмотры у него падают. Я только что сделал микрофон, надеюсь, вам не было особо сильно как-то это все слышно. Так вот, к чему я ввел на протяжении всего этого видеоролика. Адванс рано или поздно закроется, тут гадалки не ходи, если они не изменят какую-то политику ведения проекта, то есть пиар-менеджмент, там, вот все прочее, и по поводу всех серверов, по поводу обновлений нужно все понять. Нужно, блять, нахуй удалить весь мод адванса и переписать его с нуля, потому что то, что мы имеем сейчас, это заплесневелый кусок параши, то есть ничего нормального, ничего хорошего там нет, там нечем заняться, в самом деле. Возможно, когда вы только заходите на сервер, там, вы какой-то бомжик и так далее, вы там зарегистрировались, ввели там какой-нибудь промокод и так далее, поехали там на шахту, поехали еще куда-то, там, на бесплатных такси или там на бесплатных великах, я уж не помню, как это работает, купили себе там скиллы в донате и все прочее, поехали на шахту, там, пофармили, пофармили, по итогу там нафармили на лицензию на оружие, устроились в какую-то организацию, все, все. То есть, ваша игра закончится, вам закончена, вам абсолютно скучно, вы не можете делать ничего, кроме как повышаться по рангам, там, как-то вот дрочиться вот этими вот, знаете ли, повышениями, вот этим вот системой повышений, хотя там вроде как они собирались сделать какую-то автоматизированную систему повышений, я уж не помню, что там такое. Сделали они это, не сделали, по-моему, это работало как-то все через жопу, по итогу вернулись к старому, хотя, ну, вот как-то это все вот именно так. Наверное, единственное, что было приятно для меня на адванс роли плей, это система казино, вот знаете, такого, где ты, типа, кидаешь кубики и все прочее происходит, вот это было действительно заебись на адвансе, то есть ты мог либо очень быстро слить, либо очень быстро, там, как-то подняться и все такое сделать, это было охуительно, когда, знаете, играли долгую по 100 тысяч, там, долларов, вирт и так далее, это было охуительно. Это было прям превосходно, я бы сейчас с удовольствием поиграл бы в казино, если бы, ну, на адвансе, разумеется, я осуждаю казино на ютубе, а если бы кто-то там предложил, если бы кто-то скинул верты, сказал, вот тебе аккаунт, там, вот тебе верты, иди поиграй в казики, там, на стриме еще где-нибудь, я бы поиграл с удовольствием. Потому что казик на адванс ролеплей, тем более если там хороший онлайн, тем более если ты выиграешь, это прям охуительно, я мог в казике проводить прям все время на адвансе, это единственное, что на адвансе было удачно, успешно и как-то было весело, потому что ты поднимал деньги, ты покупал себе что-то новое, именно на адвансе я купил себе вот этот вот скин сутенер и он мне так понравился, так он мне понравился, что я с ним теперь и катаю до сих пор, там на всех серверах беру именно этот скин, этот скин для многих людей стал как опозначающий меня или врагов. Вроде того, этот скин в принципе охуительный, он отличается от всех других скинов, он охуенный, я ни на какой скин его не применяю, хоть он не особо как-то, я не знаю, сочетается со мной, хотя маловероятно как скин может сочетаться со мной, вот у Брулёва, допустим, если вы не видели, у него там есть скин райдера, как мы все знаем, райдер это крыса, он в принципе хороший скин тебе взял на это самое, за основу и за все прочее, красава, вот Брулёв прям молодец, соответствует тебе полностью, а я как-то не особо соответствую, но скин мне этот нравится, он один из скин, самых охуительных, если не самый охуительный в принципе в GTA Sampi и вообще абсолютно таки везде, в общем-то, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, там подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, 1 сентября 2019 года, в 20.00 будет Sampo обзор, не пропусти, подпишись на канал, там поставь колокольчик, да иди нахуй вообще, я что-то бесу погнал, извиняюсь.